МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Третий в командном турнире Чемпионата мира среди молодежи в Майами стала дзюдоистка Екатерина Токарева. Сборная России, за которую боролась представительница Энгельса, победила Бразилию 3-2, но в полуфинале уступила Японии 1-4, а в матче за третье место одолела Монголию 4-1. Между тем, коммерческие структуры берут на себя миссию социально-ориентированного бизнеса, поэтому любой такой пример уникален. Так компания Киберкарта принимает активное участие в жизни саратовских спортсменов. Тему продолжит наш корреспондент. Сегодня это один из самых крупных и успешных спортивных клубов в Саратовской области. Здесь дети могут изучать несколько видов боевых искусств. Бокс, кикбоксинг, айкидо и универсальный бой. Тренеры уверены, любой из них поможет развить выносливость и силу. Дети в основном, когда занимаются спортом, они бывают как бы спокойные, уравновешенные. Даже как бы психологически, даже помогая им лучше учиться в школе, они всегда бывают дружные. Пока родители и тренеры радуются тому, что дети улучшают здоровье и общаются со сверстниками, сами юные спортсмены подсчитывают свои награды. У каждого в копилке уже по несколько весомых спортивных трофеев. Я победитель Крыловского федерального округа Гокудо, победитель международного турнира по рукопашному бою и победитель Саратовской области по Ушу Саньда и Дзюдо. Но за каждой такой наградой стоят денежные вливания. На развитие клуба и на поездки начинающих спортсменов нужны немалые средства. Нанять специалистов по развитию, методистов, психологов, это же все нужно в таких организациях, в клубах, это все должно быть. Соответственно, в любом случае, это мы на эту жизнь работаем, а люди, специалисты своего дела, они хотят зарабатывать деньги на этом. Мы даже на данный момент не можем. Финансовую поддержку клубу оказала компания Киберкарта. В своем проекте реализуют социальную миссию. Для безопасности и здоровья детей создают все условия. Еще несколько лет назад юные спортсмены занимались на уличных площадках. Помещений не хватало. Сегодня компания Киберкарта помогла привести в порядок собственный зал. Большое спасибо компании Киберкарта. Вы видите вот такой замечательный зал, новое покрытие. Вот как раз в этом помощь большая. Мы съездили на соревнования, смогли съездить. И, конечно же, хотелось бы, чтобы в дальнейшем компания нас поддерживала. Это не последний, не единственный социальный проект Киберкарты. Компания помогла также отремонтировать городской стадион в Энгельсе. Киберкарта – это инновационный программно-аппаратный комплекс для школ. Он включает в себя систему безопасности, безналичные оплаты питания, систему коммуникации между школьниками, учителями и родителями, а также множество других программ. Елена Губенкова, Максим Пустовалов, РЕН-ТВ, Саратов. На сегодня это все о спортивных событиях нашего региона. Увидимся в следующем выпуске «Спорт-обзора». Елена. Спасибо, Александр.